Что хотелось бы сказать. Как известно, общее дело может объединить даже самых злейших врагов. А такое общее дело, как All-Inclusive, может объединить даже зятя с тёщей. Итак, Греция, All-Inclusive, третий день отдыха. Аплодисменты. Разобедочка. Зятя тяльна, моя дорогая, ты вода. Ти-си-чи-чи-чи-чи-чи, моя моя. И ва-вась ся-си-на, ты моя любимая, вода. Тамарочка Олега... Олега... Олега Внюшечна. Моя дорогая. Тамарочка Олега Внюшечна, я был не прав во всём. Помните, как я говорил, что вы старая сандальна? Вы седая морда. Вы кикимра болотная. Помните? Не. Значит, вас не было. А, меня не было. Я Ленке говорил. Здорово. 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 Забудьте. Теперь, после этих трёх дней, вы под моей охраной. Вы человечище, Олега Внюшечна. Если кто-то обидит, я его возьму так за голову, разрую, замор, что я задушу за вас. Это приятно. Нет. Алла, верны. Давай. Василиса, помнишь, я тебя называл подкаблучником? Помню. Тряпкой. Помню. Басским угодником. Импотентом. Импотентом помню. Так вот. Я и сейчас так тоже не думаю. Осталось только Лену переубедить. Вы вообще очень хороший человек. Очень хороший. А знаешь, Вол, серьезно. Почему я раньше такая злая была? Почему? Потому что во мне вискаря не было. Васюся, я и так скажу. Значит, 30 лет назад мы с тобой, да? Чтоб мы с тобой 30 лет назад. Чтоб ты меня грудью покормила. Взряду так. Вот. Ну, сколько ты мне дашь, скажи. Вам? Да. Не знаю, Олег Амнюш, я. Максимум 75. Максимум. Вообще-то мне 56. Вот. Это же моложе, чем я думал. Ты мне льстит. Это не я. Вам любой житель нашего отеля подтвердит. Любой. Откуда? Не знаю. Как? Вы не помните? Вы же вчера участвовали в конкурсе. Мокрые маечки. Ну, как стыдно. Кстати, как я выступил? Супер. Хуже всех. Вот, скажем так. Благодаря вам учредили награду. За волю к победе. Нормально. О-о-о. А что это у меня с иероглифом на ногах? На ногах? Вы же татуировки сделали. Помните? Как это? На правой ноге иероглиф обозначает ветер. На левой обозначает дождь. А вот эту загогулину я как мотивировалась? А вы мотивировали. Вы сказали, что вам нужно знать, на какую погоду какая нога крутит. Вот и хвыльнули. Он эклюзия. Мама! Мам! Шухер дождь идет. Нырни. Мам! О-о-о, привет. Ты мою маму не видела? Чью маму? Мою, мою маму. А твою мать ведь не видела. Она была в бассейне, может на море пошла. Слушай, где же наделась-то, а? Нырни. Кошмар. А может помочь найти? Да не надо. Сиди, я сама. Спасибо. Или выпила. Подсушила. Олега Мюшина, вы чуть хату не спалили. Я не слышал. Лена. Вот вы где, да? Здрасте, мамочка. А я вас по отелю хожу ищу. А они тут пьют. Замечательно. Спасибо вам вот такое вот за отдых. Я думала архитектуру посмотрю, по музеям похожу. Спасибо большое за отдых. Спасибо. Тост, конечно, херня. Так, с вами вы сейчас. Серьезно. Ну, Олега Мюшина, человека надо уваживать. Я, Малышин, я за полностью саду. Давай. Боже мой. Я-то думала, у меня в доме один алкоголик. Не, не, я тоже. Серьезно. Серьезно. Слушайте, а где вы вот эти все три дня были? Я вас в отеле не наблюдала. Где вы были? Она нас искала, а тут Самарочка, мама. Мы, Самара, в Нюшина, искали тебя. Везде в баре искали. Внизу на первом этаже тоже бар есть. Там искали. На крыше, оказывается, тоже бар есть. Хороший. Там искали. А потом вечером Олега Мюшина в туалет пошла, орала всю ночь. И искала тебя. Мама. Мама. Мам, тебе доктор запрещал пить. Не надо. Самара, в Нюшина, два дня под присмотром врачей. Да? Да. Интересно, это каких? Ее два раза били этим, били, дефибриллятором. Дефибриллятором? Два раза, два раза, мамашу били. Слушай, ну почему? Первый раз она мне проспорила. Честно, честно. А второй раз били, чтобы она дышать начала. Воздухом морским. Так, знаете что? Я вот подумала, вы сейчас можете делать вообще все, что угодно. Я собираю вещи и уезжаю немедленно. Понятно? Уезжай. Куда? К маме. Ты, Ленуся, мама, сди. Точа, садись, расскажи, какие проблемы, иди к мамочке. Ты приехала. Куда садись, мама? Посмотри на себя. Где твой зуб? Что? Что? Зуб у тебя золотой был. Где он? А, это? Я вот дернула. Дернула? Болел? Нет, ну, понимаешь, Ленуся, оказывается, тут не все. Ну, алл-инклюзив. А так раз, и две тыхилки сломались. Мы выбили из-за меня. А немножко сдали. Мам, честно, ну, честно, мне страшно тебя смотреть. Ты посмотри, во что ты превратилась. Я говорю, циц. Я беру, циц. Я говорю, как ты с матерью разговариваешь? Дожили. Вы растили. Был бы жив твой отец. Папа живой. Папа живой, папа. Папа, все, все, все. А перерывчик можно сделать, пожалуйста, немножко... Ты не соображаешь? Перекур. Перекур? Мама, а тебе Вова не говорил, что за такое поведение тебя легко могут выселить из отеля? Да никто меня не выселил. Да это что? А что ж не выселят тебя? А потому что она еще не заселилась. Вова, ты... Зачем, Вовася? Мы бухали. Не успела. Не успела. Вовася. Вовася. Жаль же. Не займешь маме 100 долларов? Кто такой тебе мать? Суточку, Вовася. Нет, пакса, мама. Ты не торопись, Вовася. Просто, мама, тебе за суточку секретик один Ленин рассказать. Мама, я сама тебе дам 100 долларов, не надо ничего рассказывать, хорошо? Ой, даю 200 баксов. Че молчу? Повышать будем или вскрываемся? Мама, а может, хватит ерунду говорить, а? А, конечно, хватит. То есть, слушай, Вовася, я считаю, в прошлом месяце, помнишь, в командировку уезжал? Я ехал, да. Значит, заходил сосед, да, и предложил Лене. 300 долларов. Ой, моя, моя, надо цену набивать, 250 там было. Иди, спокойно. 300 баксов. Да. Она согласилась. 500. Отказалась, Вовася. 600. А он потом подумал, она, солнышко... И говорит, 700. И, знаешь, и вот снова отказала. Да. Вот видишь, Вовася, какой я тебе выросла. Даю штуку. Проститутку. Проститутку. Ленуся. Мама, я тебе прямо сейчас даю по 200 долларов за каждого, про кого ты не расскажешь, Вове. Здесь. Значит, Ленусь. Давай, 2 800 на бочку, и мы закрылись. Это больше я пощупал. Слушайте, знаете что, друзья? Что это? Мне вот это вот все уже порядком надоело. У меня сейчас с вами будет совершенно другой разговор. А ну-ка. А ну подвиньтесь. Да. До встречи в Киеве. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok